О мудрости и смелости. Каждый из нас не отказался бы быть мудрым. Каждый, наверное, об этом размышлял. Только мы часто путаем слова «мудрый» и «умный», а это очень разные слова. В чем разница, и не ответишь сходу. Эзоп, прыгнувший в пропасть, был мудрец, а раб, выбравший жизнь, а не свободу, может и умный, но лишь среди таких же, как и он, овец. Или предатель, тоже вроде умный, чувствует нюхом, с кем ему дружить. Да только презирают его люди, и кого предал он, и кому хочет угодить. И труса, что начитанный и умный, предусмотрительный, не назовем мы мудрецом. Жизнь прошла мимо, не решился на поступки. Такого умника можно назвать только глупцом. Я сделал вывод, мудрым может стать лишь смелый, кто не боится полноценно жить и рисковать. Трус, даже очень умный, опытный и зрелый, лишь умником чванливым может стать. Предатель, мудрым быть не в состоянии, хитрым быть может, мудрым никогда. И без достоинства ты мудрецом не станешь, не станешь мудрым с психологией раба. Но многим кажется, что начитавшись книжек, можно стать поумнее мудреца. Нет, господа, полезных множество кретинов, что служат наглым, дерзким, шустрым подлецам. Преодолеть свой страх способен только мудрый, и честь поставить выше жизни может он. Предатель, трус, халуй, начитаны бывают, хитроумны. Но я не знаю мудрых трусов, халуев и подлецов. Мне тоже хочется быть мудрым человеком, быть благородным, смелым, выше жизни ставить честь. Поэтому, молю я Бога, повести себя достойно, когда внезапно вдруг в глаза мои посмотрит сама смерть. О существенном и важном Позабыв о суете Доктор Волощук СД С вами говорит стихами Существенном и важно Доктор Волощук СД 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 СД